добрый вечер дорогие и уважаемые значит решил я на ужин приготовить вот смотрите картофель лук и такое мяско с сальцом бекончик значит я хочу хочу сделать картофель вот так называемые лодочки чего я хочу начать вот такой картофель помытый значит вот так вот нарезаем нарезаем и вот так вот делаем сеточку это для того чтобы лучше пропиталась специями нашими вот так складываю это все вот в такую штуку мисочку вот так вот здесь картофель я нарежу потом нарежу сейчас я вам покажу как бекон такой бекончик мы сегодня салой купили значит я не люблю чтобы тоненько было оно должно ну более такое сочное получат чтобы не скоро шкурочка сверху такая лежала на картофеле запеченная чтобы она была сочной ну где-то сантиметровыми такими пластиночками примерно так ну плюс минус естественно вот такими кусочками все это я складирую в одну емкость и картофель и бекон и потом солю перчу бросаю специи значит а лук я нарежу колечками и он будет отдельно почему потому что если он перемешается с картофелями с беконом он распадется конечно если бомб немножко подмороженный был бы резался гораздо лучше ну моему ты шума им лучше в этом салочкой мы решили так поужинать говорит ну шо саша иди готов вообще-то если честно я люблю так что-нибудь приготовить на кухне покрутиться не мне лично нравится все и в одну емкость складируем это все такую сеточку без разницы как почему я так делаю потому что обычно приготовишь картофель она ну скажем так не соленая более ну такая вкусная но так гораздо вкуснее и хотя бы минут тридцать-сорок чтобы это все дело промариновалась потому что сейчас будет звать на шо там шо там приготовил уже скажут они еще не приготовил я же не такой быстрый как ты осталась одна картофелина хорошо что ножик тупой а тут и пальцы поотрезал так картофель я порезал и мяско и вот что получилось теперь солим приправа это такое дело что каждый может бросать по вкусу что кому нравится говорится на вкус и цвет товарища нет абсолютно может другую продолжаем дальше буду показывать так ребята промариновался наш картофель с беконом значит что я делаю дальше отрезал такой кусочек пергамента немножко пожмакал если жмаками лучше ложится ну по крайней мере я так считаю чтобы меньше мыть так и выкладываем наш картофель поехали будет интересно если не поместится уже и поместится не знаю стараемся ровно чтобы жирок не стекал вниз я просчитался будем помещать может 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 быть одна картофелина так вроде прикидывал что должно поместиться что-то одна никак так жаль очень жаль сейчас по-другому странно очень странно я думал рассчитался теперь вот как нарезал лук выкладываю лук ну точно лука теперь наверно не хватит картофель чудом поместилось лука точно не хватит может я не так красиво не рассказываю или допустим показываю но блюдо вкусные это сто процентов так какие сто процентов тысячу процентов что блюдо очень вкусные и не понравится не может быть чтобы такое такое не понравилось так и сверху выкладываем наше мяско и кончик носко уже можно помещать или если не хватит то растягивать что-то делать должно быть все нормально неужели я здесь просчитался хотя бы должен прикидывал вроде точно мясо лишнее не бывает скажем так так ребята значит духовку я включил на 180 градусов и она уже практически разогрелась что я делаю дальше у меня есть такой кусочек фольги я этой картошкой беру и закрываю и ставлю в духовку минутах где-то через 15 я снимаю фольгу и картошка продолжает готовится без фольги чтобы она немножко сверху зажарилась все готовим так ребята проверяем наш картофель наши лодочки сейчас попробуем вот так у меня накрыто это все дело пробую палочкой так дошла до полу готовности я снимаю верхнюю фольгу и отправляю это все дело обратно все ждем так ребята проверяем нашу картофель наши лодочки еще раз так пробуем палочкой отлично отлично картошка готова бекон я думаю тоже все подаем на стол так вот получилась такая красота вот такая красота получилась попробуем увеличить вот так примерно а вкусно пахнет как так все накрываю на стол иду звать Аллу да ребята сегодня у нас опять объедаловка как Саша сказал как Саша сказал только что кошерные вилки только мы имели и вот смотрите что с подвала достал баночку помидорчиков салатик царский ужин называется ой точно царский как хорошо сегодня ты не зажит так не дуже зажар а я не люблю когда подогревшие должно быть все в меру ай как пахнет ну как ты готовил я не видела посмотрю когда буду монтировать видео Саша опять писал сам видео так что просят но я думаю что вкусно приглашаем вас за стол приятного аппетита ай слюна течет ай слюна течет